В общем, что-то, ребята, ну это уже будет, наверное, следующим блогом, потому что этот будет, наверное, большой, ну не знаю, посмотрим. В общем, решил я где-то перекусить, потому что дома как-то, ну, кушать надо, а кушать готовить не хочется. Я решил, думаю, зайти там где-нибудь, ну, шаверму съесть. И что-то посмотрел, посмотрел, там у нас открыли новую шаверму, ну, что-то почитал отзывы, и как-то люди пишут, что или не понравилось, или как-то не очень, поэтому вот проверенную шаверму. У нас шаверма, которая есть, она еще не открылась, то есть, как бы я пришел, он только подъехал и открыл, соответственно, магазин, ну, само кафе. Поэтому это будет очень долго. Но он, наверное, не рассчитывал, что найдется какой-то дурачок, который в 11 часов придет кушать. Поэтому мной было принято решение дойти, у нас вот здесь есть, ну, чуть подалеку, там тоже шаверма, шаверма. А, хорошее. И там рядом есть магазин, где можно зайти и купить, попить. Вот, перекусим, а потом у меня планы, думаю, ну, что, уже день свободен, дойдем до набережной, дойдем до набережной. Посмотрим, что там на набережной. Ну, это уже, наверное, будет следующим влогом, ребята. Так что вот так, а кушать надо. Шаверму редко ем, я позавчера делал сам, а покупную я ел вот один раз, вот этот, который шаверму новичок. Все, потому что я шаверму не ел. Поэтому сейчас зайдем, ну, я сейчас возьму большую шаверму, ну, такую классическую. И вот ей буду перекусывать. Сыр на лаваши называется кафе-кебаб. Вот сейчас будем кушать в сырном лаваши. 155 рублей стоит. Так, иду, снимаю себя на телефон, чтобы посмотреть, не грязно ли у меня моська. Короче, представляете, я съел эту шаверму. Обычно я шаверму никогда не доедаю, а здесь я просто ею всю до конца. В общем, шаверма вкусная, мне понравилась. Называется Еврокебаб 24 на 7. Очень много народу туда приходит, и ребята, и водители, и там, и Яндекс, и служба доставки экспресс, все туда. То есть, хорошее такое, я почитал отзывы, там одни пятерки. То есть, там даже нету плохих каких-то этих самых. Так что вот, ребята, кто увидит, рекомендую. Потому что тоже вот иногда хочется, а в какую зайти, не знаешь, потому что неизвестно, что там тебя поджидает. Может, какие-нибудь тухлитизационные нотки, как скажет Леха Хомяков. Ну, фиг его знает, ну, что-то нормально. Господи, везде эти русалы, ё-моё. Вот новые дома, да, вот смотришь. А там внизу либо до хрена аптек, либо русал, либо красные и белые, куча целая. Вот я в Кудрово насчитал в одном доме пять штук магазина красные и белые. Думаю, ни хрена себе. Так, давайте быстренько сейчас пройдём. Вот, кстати, вот в этом доме, видите, сзади меня который, там въезд только по пропускам. Туда так просто не заехать. А вот вовнутрь, и у меня соседи, когда переезжали, я на газели их перевозил. Так что вот так, ребят, кто-то звонит мне. Папа звонил, спрашивал, у меня там остались пакеты с папками. Ну, такие, знаете, папки, одноразовые, когда я в пенсионном фонде работал, у меня остались вот эти папки. А выкинуть вроде жалко, думаю, может кому пригодится. И вот он вроде нашёл людей, которым пригодятся эти папки. Я говорю, я тогда их выбрасывать не буду. Всё тогда. Я просто, понимаете, если я вижу, что вещь такая, ну, которая может пригодиться, то я лишний раз её не выбрасываю. Я всё-таки стараюсь найти тех, кому это может пригодиться. Если я понимаю, что это полная туфта, я выкину это всё. А если я знаю, что эти папки нужны кому-то, синенькие такие, но они не формата А4. Ну, вот он нашёл, кому пригодится. Так, сейчас я вам покажу, ребята, дом. Вон тут сверху у меня подружка живёт. Вон, видите, как всё тут выглядит. Но, один сплошной минус, знаете в чём? Паркуются где ни попадя, абсолютно. Газон, не газон. Мотивирует это тем, что нет места для парковки. Ну, ребята, нет места для парковки, ваши проблемы. Так что вот так. Сейчас на ту сторону перейдём, посмотрим, что там. Но, ребята, вы знаете, здесь очень едкий запах. Знаете чего? Горчицей пахнет. О, рыбаки. Ядрическая сила. Ещё что-то ловят. Ни хрена себе. А что сейчас какую тут рыбу ловить? Даже не знаю. Подлещик какой-нибудь. Ну, там, видите, тоже дом какой-то красивый. Рыбаки ловят. Сказка рыбаки и рыбки. Дом какой. Вид, конечно, здесь шикарный. Но рядом с этим домом, вот с этим вот, там химический ядерный реактор имени Крылова. И как бы... Что-то мне мужчина на велосипеде проехал, улыбнулся и что-то сказал. Может быть, он зритель моего канала. Меня сейчас соседка встретила, сказала, что она видела моё видео про пожар. Вон на ту сторону тоже. А я хочу дойти вот в тот дом. Я не видел, когда его отстроили. Он такой прикольный. Вот я хочу до него дойти. Вот, видок здесь, конечно, хороший. Но, ребята, это постоянно пробки. На пробку вид. Всё время на пробку. Идёшь и смотришь. Как там? Из окна, вернее, смотришь всё время. Там вечная пробка. Надо пейзажик зафотографировать сейчас. Я... Только сейчас до меня дошло, что я же могу по этой дороге перейти прямо к своему дому. Потому что там сквозного проезда нет. Но пеший есть. Но у меня другой вопрос. Как перейти эту дорогу? Здесь нет пешеходного перехода. Не знаю, может, там чуть дальше есть переход. Вот, сейчас посмотрим. Врухали. Ядрическая сила. Я даже вот там мой дом... А здесь не видно этого. Слушайте, а дом-то красивый. Он такой какой-то необычный. Как будто, знаете, вот на Московском проспекте такие есть дома. Блин, конечно, прикольно. Но сколько это стоит? И какого это качества? Вот это уже другой вопрос. Так, КамАЗ, не сбей меня. Как хорошо, что я надел кроссовки. Как чувствовал, что меня опять занесет какую-нибудь хрень. Ну, как видите, можно, в принципе, здесь проехать на машине. Но, ребята, это надо тут... Подвеску оставить можно. А пешком пройти можно. Вон дом. Видите, новый-то, красный. И вот, считайте, я дорогу перешел. Вот, пожалуйста. И там уже мой дом. Не, слушайте, какой он красивый. Мне нравится. Но стоит, наверное... Тут, наверное, трешечка будет. Лямчиков 15-то точно стоит. Ну, и опять же, вид на Неву... Это как бы красиво. Но зимой холодно. Сильный ветер. Плюс с Невы идут все время запахи не очень хорошие. Вот я сейчас шел по Неве, а там запахи не дай боже. То водорослями, то йодом, то каким-нибудь... Тетенька-то решила. То еще чем-нибудь. То горчицы какой-то. Так что, ребята, не знаю, как это дело такое. Но дом красивый, конечно, ничего не скажешь. Сколько он простоит, и как он будет по качеству, я не знаю, но мне нравится. Здорово. Все-таки есть. То есть, хоть и там и висит знак, что там тупик. Вот, смотрите, отсюда вид покажу. Здесь тоже котлован роют. А что здесь будет, не знаю, школа, наверное, какая-нибудь или садик. Вообще, мне кажется, надо. О, открыли перекресток. Ух ты! Ребята, а я не знал. Вот, смотрите-ка. Перекресток здесь теперь есть. Зайти, что ли, гляну, что там есть. Так у меня с собой лимонад. Неохота сдавать его. Камеру хранения. Сейчас мимо пройду, так гляну. Надо знать, что перекресток открыли. Маме сказать, мама приедет. У меня мама любит по разным магазинчикам ходить. Вот, ребята, перекресток открылся. Порядочно. Я считаю то, что очень порядочно. Вот так вот. Вот, сплошной проезд есть. Хотя там везде знак тупик, но я бы не рекомендовал, потому что, ребята, подвеску можно оставить. Какой там адрес-то? Ага, все понятно. Перекресток, но у меня с собой бутылка лимонада, а у них там нету камеры хранения. И чека у меня от него не осталось. Завтра, может быть, скажу, потому что завтра я уезжаю на дачу с ребятами и зайду сюда, потому что надо продуктов купить. И, может быть, зайду, посмотрю, что здесь есть интересненького. Почему бы нет? Может быть, здесь есть что-то по акции. Так что вот. Ребята, жарится картошечка фри. Сразу скажу, что когда вы жарите картошку фри, надо, чтобы было много масла и не накрывать ни в коем случае крышкой. Иначе у вас будет как пюре и солить в самом конце. Здесь у меня жарятся котлетки. Я все это к чему, ребята? Я не собирался так плотно ужинать. Я вообще, в принципе, есть не хотел. Но я посмотрел Лану, я посмотрел, что они едят. И там тоже картошечка, и там все это аппетитно. Там все вкусно. Надо чайник, кстати, убрать, чтобы он не заляпался. Тут чайник все время заляпывается. Надо его убирать. И, в общем, я решил, что я хочу есть. И вот теперь у меня две котлеты, картошка фри. Там у меня еще есть огурцы, помидоры. Может быть, даже еще салат себе сделаю. Так что, ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну, а тебе, Лана, спасибо за то, что нагоняешь аппетит. Потому что что-то не хотелось вообще ничего готовить. А вот, пожалуйста, сподвигло меня к тому, чтобы пожарить котлетки. Так что вот сейчас будем вкусненько, ребята. Ну что, ребята, вот такой вот у меня сегодня будет ужин с двумя котлетками, картошкой фри и помидоркой. Так что всем, кто, ребята, кушает, приятного аппетита. А тебе, Лана, еще раз спасибо за то, что нагнал аппетит. А до этого я лежал, думаю, вообще есть не хочу. Стоит только посмотреть видео, как ты аппетитно ешь. Я думаю, блин, у меня же есть картошка. У меня же есть котлеты. Пойду-ка я. И вот, пожалуйста. Ну, хорошо. Зато ночью буду хорошо спать. Я всегда люблю засыпать на сытый желудок. Хотя говорят, что это вредно. Ну, не знаю. Мне кажется, что если я не поем, я не засну. Иногда бывает и так. Я думаю, что у многих так. Так что еще раз говорю всем, кто кушает, ребята, приятного аппетита. В общем, ребята, может, конечно, кому-то это не понравится, но извините, я так живу. В общем, я мою пол с шваброй из ведра. То есть я набираю воду. У меня такая самая выжимающаяся швабра. Ну, вот ручками себя тянут. Я не про это. Вот вода. Посмотрите, какого она цвета. Я сначала подумал, что это просто грязная вода. Я помыл ведро, налил по новой. У нас идет вот такая вот желтая вода. Вот так, когда она течет в раковине, ее не видно. То есть тройка течет, вроде белая вода. А смотришь в ведре, она реально желтая. Представляете, что мы пьем? Ну, у меня фильтр стоит как бы. Но это нехорошо. У нас раньше не было такой воды. А сейчас, посмотрите, какая стала. Просто желтая. А люди писали в группе, что у нас идет желтая вода. Я говорю, да нет, у нас вроде все нормально. Вот и до нас дошло. Вот такая вот желтая вода. У нас с этим что-то делают, ребята. Так быть не должно. Субтитры сделал DimaTorzok